добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня культиватор викинг немецкий культиватор маркировка его vh 540 на этом культиваторе заменю масло в картере сливается и заливается она с передней стороны это уровень это сливная пробочка это заливная пробочка честно говоря что-то здесь на придумали целую кучу сливаю масло заливаю в этом масло после этого идем меняем свечу находится внизу также откручу кожух поменяем воздушный фильтр со второй стороны вот здесь под этим кожухом находятся ремни заменю оба ремня и ролики заменю также заменю с одной стороны здесь получается ножи целые а вот с этой стороны два ножа сломаны здесь сломан и здесь сломан а и вот сломан нож три ножа отломано на целиком вот этот сегмент менять закажу поменяем начинаем с масло горизонтально поставил культиватор откручиваю сливную пробку здесь подходит обычный ключик на 10 пробка сидит на герметике вот так нормально снизу ставлю емкость и откручиваю откручу сверху эту пробочку откручу да масло грязное сливаем все масло стекло герметик я не добавляю этот герметик жесткий намазан толстым слоем дойду до него и подожму немножко и будет держать помимо этого еще там есть как конус такой на входе пробка сама пробка коническая смою подтеки очистителем карбюратор смою здесь под щупом можно заливать масло а здесь щупа не предусмотрено она идет как зарывная без щупа масло взял оригинальное викинг 10 в 30 номер его 07 81 309 308 фасовка идет 1,4 литра здесь есть заливной носик сверху что очень удобно такая вот и не спеша заливаем войти должно где-то 600 грамм заливая пока не появится в окне не через край чтоб побежала а примерно до середины резьбы наливая вот оно масло залил я 500 грамм 900 банки осталось было 1,4 закрываю пробку что вот это уровневая что верхняя заливная это это не имеют уплотнителя все масло заменил меняем воздушный фильтр и свечу головка на 8 да фильтр такой не забитый но подуставший промою вот эти маслянистые вот так нам И пока у нас кожух снят, снимаем подсвечник и выкручиваем свечку. Свечка наша российская стоит, странно, уже кто-то приколхозил. Ставлю свечу Denso W9LMRUS6071. Должна стоять вот такая свеча. Странно. Вот так вот продали мне свечу, которая не подходит для этого культиватора. Есть у меня иридиевая свеча от Lexus в хорошем состоянии. Поставлю пока ее. Здесь стояла наша АУ-17ДВРМ. Я ставлю иридиор. АУ-17ДВРМ Одеваю. Брызгаю сначала подсвечник. Это нано протек. Одеваю подсвечник на место. Беру новый воздушный фильтр. Здесь маркировка у него разная есть. ГЦ-135, ГЦ-190, ГЦ-100 и номер 491588. Вставляю его в кассету. Все. Идем меняем ремни. Откручиваем кожух. Болт сверху. Головка на 13. Болт сбоку. Болт спереди снизу. Снимаем кожух. Кричем, не хватает. Я посмотрел в парень. Это видать у него конструктив такой. Этот зажимает. Он конечно немножко подтянулся. Но должно быть жестче. регулировки дополнительного него нет только работа от тросика также 2 тоже прижимается сейчас вот этот ограничитель чтобы его не выгибать а выкрутить снимаю вот здесь вот саморез и отодвигая крышку смогу сверху ослабить гаечку все и ослабил он приподнимается можно будет ремень вывести здесь ремень у нас выходит легко также скидываем его ремень уже походил свое поэтому время его пришло берем новый размер его идет 13 а x 1150 маркировка 62 27 711 50 10 хочу померить нисколько он не особо он вытянулся так и должен быть этот ремень фирмы губер будет скидываю второй ремешок также его тоже походил уже резать его начало видать на светал второй ремень идет фирмы mitsuboshi номер его 62 27 711 500 1 размер его идет 10 975 ролики за меню новый ролик маленький номер его не указано и новый ролик широкий 62 26 710 5000 откручиваю ключ здесь гайка на 18 я беру на 19 на 18 у меня широкий ролик тоже ремнем выработанный откручиваю болт для этого можно взять любой уголок чтобы поддержать болт и и и и и и и и и Затягиваем и устанавливаем на место. Затяну, откручиваем этот ролик. Ключик тоже на 18. Бяйку надо держать. Накидным ключом надо на 18, слегка изогнутый. Можно и на 19. Вот так держу. Открутил. Здесь через гайку. Ролик как-то интересно эллипсом бьет. Этот болт вообще не надо крутить. Надо крутить только гайку. Болт, он зажатый как эксцентрик. Все, болт не трогаем. Обязать latte. Олимпийский Сок. Какая Shunyok. Сергей в кое-каку. Терп7, гайку. Джеймин. Олимпийское. Олимпийское сухи. Просто болт придерживаю как усилие не рукой держать, а болтом. Все, ролик поменял, ставим ремень. Ставим ремень, заводим его снизу, заводим его под ограничитель. Заводим, так, на месте стоит, на месте, на ролик. Все здесь свободно, прокручивается. Ставлю второй ремень. Также его завожу под ограничитель. Ставлю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Да, простейшая конструкция, но она работает Ставлю кожух Обе ручки нажал, ремни поджал, кожух задвинул, ремни упираются в кожух Ну вот и все Масло свечи поменял, ремни с роликами тоже поменял Теперь заказываю ножи и меняю ножи Всего вам доброго